Всем привет, друзья! Болельщикам футбольного клуба Краснодар неравнодушны к нашему клубу. И сегодня хочется обсудить матч против Севильи. Да, проснувшись утром и не видя матча, наверное, иной болельщик Краснодара, хотя, наверное, болельщики Краснодара смотрели этот матч, но тем не менее. При результате 3-2 можно подумать, что Краснодар сыграл достаточно неплохо, ведь это Севильи, это выездной матч, и сумеете нам в выезде забить два мяча, пусть и пропустить 3, результат, казалось бы, неплохой, но тот, кто видел игру, тот, конечно же, с этим не согласится, потому что так как вкладывалась игра, это игра упущенных возможностей, а именно возможности увести 3 очка и продолжить борьбу за выход из групповой стадии Лиги Чемпионов, или как минимум побороться за выход в Лигу Европы. Но с таким подходом, и с такой игрой, и с таким мировоззрением, мышлением, психологией, наверное, стоит быть готовым к тому, что мы выведем с 4-го места, хотя, конечно же, я буду надеяться, что это будет не так. Но, к сожалению, мы показываем то, что мы, по крайней мере, наравне с Реном, являемся аутсайдерами этой группы. Да, выиграю 2-0, ну, пропустили там один мяч, 2-1, но потом, оставшись в большинстве, в конце первого тайма, весь второй тайм, играя в большинстве, мы сделали непростительную ошибку, мы сели в глухую оборону. То, что, кстати говоря, не свойственно футбольному клубу «Фраснодар», вернее, это свойственно тогда, когда мы играем против серьезных европейских клубов. Обычно во внутреннем первенстве мы все-таки редко этим славимся. Петя, уйди, пожалуйста, я папа снимаю. Ты дверь закрой, потому что твои мультики попадают в камеру. Закрой дверь. Ладно. Друзья, прошу прощения, продолжаем. Мы играем в откуши футбол, из-за этого многие любят футбольный клуб «Краснодар», и я его в том числе полюбил из-за этого. Но мы сели в глухую оборону и пропустили еще два мяча. Конечно же, колоссальная ошибка Кая. И Кая в последнее время, к сожалению, часто ошибается. Привозит ненужные пенальти, неочевидные. И вчера зачем-то стал водиться, обводить пытался двух игроков соперника в своей штрафной. Сорокин там был рядом, не успел подстраховать. И, к сожалению, мы пропустили гол. Очень большая проблема у нас в защите. И здесь я не понимаю, почему мы отдали в аренду Спайч, а не того же Каю. Спайч, как бы там у него тоже ни не скалывалась игра в «Краснодаре», и первое время особенно допускал много ошибок. Но потом все увереннее и увереннее стал играть, стабильнее. И мне кажется, в паре даже с Мартыновичем он смотрелся более выгодно. Но приняли такое решение. Я не знаю всех обстоятельств этого решения. Это было сделано так. И потом, как мне кажется, провели не очень хорошую трансферную кампанию. Понабрали, видимо, под Лигу чемпионов возрастных игроков. Опытных игроков, да, может быть опытных. Но высококлассных, я имею в виду, если сравнивать с Лигой чемпионскими составами других команд. Ну, составы немножко, ну, меня поняли, немножко криво объяснил. Я думаю, что неконкурентоспособны такие футболисты, там, как Марков, да, Ионов, Смольников с натяжкой, наверное, Чернов тоже вопрос. Мне кажется, что эти футболисты не наша, вернее сказать, молодежь уступает только по параметрам, наверное, опыта какого-то. И здесь могли бы просто сделать ставку, наверное, а за эти деньги купить одного высококачественного футболиста с зарубежным паспортом. За счет того же Каева можно было, которого бы отдали куда-то в аренду или продали бы, купить хорошего футболиста. И мы посмотрим, Спартак, они в таких же условиях, как и мы, тот же лимит на лейтенеров, они покупают Мозеса. А мы покупаем кучу возрастных футболистов. Опять же, может быть, конечно, кто-то из них и проявит себя, но я очень и очень удивляю, удивлюсь, если какой-нибудь Марков заиграет в Краснодаре. Я думаю, что нет там будущего и непонятные тетрады, потому что футболисты все-таки не бесплатно к нам пришли в клуб, а они стоят денег и финансовый фейерплей есть. Ну, опять же, мы, наверное, всего не знаем, но результат, как говорится, налицо. Другой вариант заступничества за Краснодар идет с тех позиций, что у нас много игроков травмировано. Это действительно так, это, конечно же, можно об этом говорить и, скорее всего, нужно об этом говорить. Но из года в год мы испытываем подобные ситуации. Мы самый травмированный клуб в российской премьер-лиге, при том, при всем, что у нас сверхсовременная база, где используются ультрасовременные аппараты, в том числе для восстановления футболистов. И у нас работают профессионалы. И стоит задать вопрос, почему при всем том, что мы имеем, у нас такие ситуации со здоровьем футболистов. Возможно, что-то делают не так. И когда я задавал этот вопрос на одной из пресс-конференций, меня посмеялись вроде как, ну какое восстановление, мы там играем, у нас такой график, мы ничего не успеваем, и все. Но, ребята, в этом графике играют все команды. Английский чемпионат играет еще в более серьезных графиках. И вообще европейские топ-чемпионаты, там график у них более сложный. И тот же люди играют и в Лиге чемпионов, и наши клубы, тот же Локомотив, Зенит, у них такие же графики. Не надо на графики ссылаться. График хороший у команды Енисей, например, у команды, вообще у команд ФНЛ, ПФЛ, у команд тех, которые не выходят в европейские чемпионаты. У них вот нормальный, наверное, график. Еще хороший график у дворовых команд. Захотел, собрался, поиграл. Не захотел, не собрался, не проиграл. Не поиграл. И вот эти отмазы, что у нас график, еще что-то. Ну, ребят, это, конечно же, смешно. Что-то нужно делать с тем, чтобы у нас футболисты не травмировались. Видимо, люди, которые ответственны за то, чтобы у нас было все в порядке с составом, что-то делают не так. Стоит, наверное, копнуть. И здесь, конечно же, можно говорить о том, что клуб молодой. Еще недостаточно опыта внутри командного взаимодействия. Это действительно так. И здесь моя боль, это то, как работает пресс-служба, пресс-аташе, футбольного клуба Краснодар. Это тоже для меня большая боль. И поэтому у меня уже на этом канале нет. Ну, вернее, я ездаю, иногда появляюсь. Но я не делаю активные обзоры, потому что они не хотят работать с такими, как мы. Это неинтересно. Закрылись в каком-то своем внутреннем мире, где что-то делают. Но рано или поздно все-таки будут возникать моменты, такие как сейчас, когда репутация клуба зависит не от того, что мы там как болельщики или как я как видеоблогер что-то скажу, а именно от самой игры команды, от внутренних процессов клуба. И вот сейчас мы видим это, видим это, конечно, если посмотреть комментарии, то понятно, что люди недовольны игрой Краснодара, а в том числе недоволен ею я. Но я не хочу сейчас говорить, какие все плохие, какие еще что-то. Я хочу конструктива, конструктива, чтобы хотя бы для себя объяснить, почему так происходит. Почему мы считаем, что мы клуб второго сорта по отношению к командам топ-5 европейских чемпионатов. Мы говорим, что нет, ну это же Челси, нет, ну это же Севилья, нет, ну это же еще что-то, это еще что-то. Мы прекрасно играли в Лиге Европы, в Лиге Европы выступали, все помним эти матчи, тоже Севилью обыгрывали. Но мы выиграем Севилью, прекрасный матч проводим, мы приезжаем к ним на выезд и за 29 или 8 минут пропускаем 3 мяча, 3-0 и на волоске того, чтобы не вылететь. Не хватает, не хватает каких-то, какой-то не мотивации скорее у команды, а какой-то психологии победителя. Часто об этом говорят, я как-то от этого отнекивался, но теперь понимаю, что да, вот нету этого. Вот там новость прошла, не знаю, насколько источник достоверный, что Магомеда Шапи и Сулейманова могут оштровать на 10 тысяч долларов, якобы, что он сказал, претензии команде. Ну правильно он сказал, только помимо того, что претензии команде предъявлять, нужно еще и акцентировать на том, что и он является частью этой команды и в первую очередь проявить себе претензии. Хотя, конечно же, я очень рад, что Мага забил гол, наконец-то у него это получилось, для Морали это хорошо, прекрасно исполнилось штрафной и начали это хорошо. Но потом подсели и, наверное, тренерские установки, может быть, играть больше от обороны, не совсем правильные замены, на мой взгляд. Они все-таки показали игру несостоятельной, при том, что, конечно же, у нас есть проблемы, о которых я говорил, и в составе, и большинство игроков травмировано, и мы можем, конечно, говорить об этом. Но ведь те футболисты, которые играли, это же тоже футболисты, это тоже профессионалы, они должны быть конкурентоспособными. Может быть, да, там в Испании мы, скажем, питание лучше, но это, конечно, я сейчас шучу, еще что-то, условия какие-то лучше. Хотя условия в Краснодаре созданы для нашей команды, и нужно, конечно, стараться, нужно отдаваться полностью, нужно себя мотивировать, и, видимо, с этим плохо, с моралью в команде плохо. Мы видим, что когда наши молодые футболисты говорят, мы хотим играть в Европе, в европейских чемпионатах, вы еще для Краснодара ничего не сделали, на самом деле, чтобы играть, вернее, сделали, но не так много. И есть Матфей Сафонов, который для меня как раз сейчас является лицетворением Краснодара, или Уткин, то, за что я люблю, когда они стараются. Может быть, тоже не всегда все получается, но к Сафонову, наверное, это в меньшей степени, хотя тоже он с Челсу там пару раз привез, но сколько он спасает, какая мотивация у него на победу. При том, что молодой парень, и как он отдается, и для меня, и он не хочет там какой-то загадывать, какие-то чемпионаты, он хочет сейчас здесь помогать Краснодару. При том, что Краснодар сейчас и является клубом, который играет в Лиге чемпионов. А так мы видим, что сейчас, конечно, сгущаются тучи, и кого винить, но винить никого нельзя. Винить клубу нужно самих себя. Клуб я в широком смысле имею в виду, и не имею в виду только тех футболистов, которые выходят. Я опять же говорю, что это и подготовка, это и тренерский штаб, это и пресс, там какие-то, да, взаимодействие с прессой. Опять же, это моя больная тема. И, конечно, расстраиваюсь, расстраиваюсь, но, тем не менее, продолжаю топить за быков, что называется. К сожалению, сейчас не могу по некоторым, не могу посещать все матчи, потому что аккредитация была в прошлом году, еще раз об этом говорю. И я не покупал себе, естественно, абонемент, зачем у нее был нужный, если я так на все матчи ходил бесплатно. А теперь право покупки у владельцев абонементов, и там на Спартак сложности были, я там не попал, да. На Челси кое-как попал, на следующий матч неизвестно, буду попадать или нет. Хотя, если команда будет продолжать в том же духе, наверное, желающих будет на матч ходить все меньше и меньше, и я смогу попасть на эти матчи. Поэтому я за последнее время пропустил больше матчей, чем за последние, ну, за последние полгода пропустил больше, чем за последние пять лет. Такая ситуация. Но это, опять же, тоже мое личное, немножко не об этом разговор, а разговор о футбольном клубе Краснодара. И не стоит сейчас посыпать там голову пеплом, отрекаться от команды, еще что-то. Это вот, везде бывают спады, нужно их анализировать, нужно работать, идти дальше. Просто нужно понимать, что смотреть правде в лицо. Опять же вспоминаю момент, говорю, ребят, почему у вас, ну, тренер задаю вопрос, почему у вас так много травмированных, возможно, что-то у вас физподготовка неправильно. Он смеется, говорит, какая физподготовка, почему есть физподготовка, мы там, у нас два через три игра или там какие-то графики. Он несерьезно к этому вопросу отнесся. Ну, серьезно, несерьезно, время показывает, что это вопрос серьезный, его нужно ставить, что называется, ребром. Почему у нас каждый год мы испытываем просто колоссальные проблемы, что мы не можем укомплектовать состав. При том, что у нас есть своя академия, это очень странно, почему у нас игроки так выбывают. И Мурат Мусаев, прекраснейший тренер, но мне кажется, что это поражение, в первую очередь, даже не тамкая ошибка, а в первую очередь нужно вопрос дать Мурату Мусаеву, почему он дал именно такие установки на игру. Либо же, почему футболисты не послушались, если он давал другие установки, да, и сели в глухую оборону. Потому что сколько было ударов в створ в наши ворота, по-моему, 10, мы там ударили 3 всего. Из них 2 гола, пенальти со стандарта. Ну, как-то игра такая, не очень радует, скажем так. Посмотрим, что будет дальше в Европе, посмотрим, что будет дальше в нашем чемпионате. В любом случае, это хороший опыт. И первый, блин, наверное, комом. И никто не ждал того, что Краснодар... Многие, вернее, большинство вряд ли ждало выхода с первого места Краснодара. Но еще можно побороться, еще можно какие-то очки заработать. Для России в том числе, потому что футболисты, которые выходят на европейских турнирах, они представляют не только свой клуб, свой город, но и, в принципе, на нашу страну и наш чемпионат. И, к сожалению, сейчас мы видим, что уровень упал. Хотя вот «Зенит» более-менее там с «Лацио» сыграл, да, «Локомотив» более-менее. Но, опять же, мы уже радуемся ничьим, к сожалению. А вспомните же 90-е, когда у нас не было таких прекрасных стадионов, не было столько денег. Мы обыгрывали, мы, я имею в виду московские клубы, конечно, в первую очередь, обыгрывали и «Мадридский Реал», и «Интер», когда они были топ-клубами, да. Ну, и «Аякс», который был очень силен тогда. «Аякс», 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 «Аякс» очень достойно себя представляли. Сейчас, к сожалению, мы смотрим результаты. 4-0, 5-0, 7-1, проигрываем, проигрываем с крупным счетом. И есть, конечно, колоссальная разница между топ-клубами европейских, топ-лиг, и так называемыми топ-клубами российского чемпионата. Ну, друзья, идем дальше. И я, в общем, не на этом канале, да, но не мог оставить без внимания такую игру. У меня теперь второй, другой канал. Я, наткнувшись на непонимание со стороны пресс-службы клуба, но некоторых его представителей, понял, что биться в закрытые двери можно долго, но рано или поздно тебя увезут просто сотрясением мозга. И поэтому больше сконцентрировался на музыкальных проектах. У нас есть канал Белый Холм, который является еще творческим объединением. У нас много идей по поводу того создания даже какого-то места, концертного зала, даже, может быть, в будущем в Краснодаре, репетиционной базы, студии звукозаписи. И у нас есть сейчас три артиста, ну, вернее, артистов там много, с которыми мы так или иначе взаимодействуем. Но артисты, на которых мы ставим ставки и будем их пытаться как-то продвинуть, у нас сейчас на канале три, это Рауль, это Зома и наш друг Филипп. Филипп из города Белгород, который имеет большие перспективы сейчас стать большим артистом. И надеюсь, что мы ему в этом поможем. Уже вышел клип его первый, который мы сняли там буквально за полтора часа в Москве. У нас было очень мало времени. Он приехал для того, чтобы я ему снял клип, и я уезжал уже. У меня там свои проекты были, быстрее мы сняли клип. И посмотрите, получилось просто, но, как мне кажется, со вкусом, классно, потому что он сам по себе является очень талантливым парнем. Ну, и там, я, мне кажется, неплохие задумки воплотил в жизнь, пусть они простые, но тем не менее. Короче, без лишних слов, ссылка в описании, переходим на канал, подписываемся. Мы хотим развиваться там, и сейчас есть хорошие перспективы для развития. А всем любителям футбольного клуба «Краснодар» я шлю пламенный привет, друзья. Мы еще с вами порадуемся победам нашего любимого клуба. И до новых встреч. Пока-пока.